В столице Чувашия прошел республиканский экологический форум «Зеленая Чувашия». Оздоровление водных ресурсов, сохранение лесов, экологическая культура населения. Одновременно работало сразу несколько площадок. Впервые за многие годы проблемы сохранения окружающей среды вышли за рамки узковедомственной тематики. Во многом этому способствовал национальный проект «Экология». Благодаря ему выстроена система поддержки и решения самых ключевых задач отрасли. Одна из них – сохранение лесов. Материально-техническая база ведомственных учреждений пополнилась специализированной лесопожарной техникой. В 2019 году приобретены 15 колесных тракторов белорусской комплексной лесной защиты и противопожарным оборудованием. 17 малых лесопатронных комплексов, одна машина лесопосадочная. В целях повышения оперативности обнаружения лесных пожаров организована система видеомониторинга, которая позволяет охватить видеонаблюдение не менее 100 тысяч гектаров земель лесного фонда. Или порядка 15% от всей общей площади. Сохранение лесных массивов предполагает и их восстановление. За 8 лет после больших пожаров за Волжье 6 тысяч гектаров уже засажены новыми деревьями. В следующем году планируется обновить более 400 гектаров. Еще одно направление – оздоровление Волги. В этом заинтересованы все поволжские города. Они испытывают нехватку качественной питьевой воды, нуждаются в новых технологиях очистки. Серьезная проблема – обмеление реки. В рамках проекта что же будет реализовываться? Это строительство комплексов гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтуба. То есть у нас в Волге нижняя пойма или, как сказать, Ахтуба позволит, соответственно, предотвратить ее обмеление в эти мероприятия за счет гарантированного обеспечения заполнения реки Ахтуба в летний-осенний период. Ярославль, Кострома, Астрахань, Самара, Чебоксары. В 10 городах на Волге планируется построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения. Все это поможет снизить загрязнение реки, улучшить ее состояние.